Добрый день, уважаемые дамы и господа, коллеги! Многие из вас знают, что в Московской области, в городе Дубна, существует уникальный объединенный институт ядерных исследований. Институт физики Казанского федерального университета и Объединенный институт ядерных исследований давно ведут совместную работу, а с 2017 года создана совместная кафедра ядерного физического материаловедения. В этом году у нас выпускаются первые аспиранты, которые, надеюсь, защитят свои замечательные кандидатские работы. И сегодня я с удовольствием представляю представителя Объединенного института ядерных исследований, кандидата физико-математических наук Людмилу Колупаеву. И она расскажет об удивительном мире нейтрино. Людмила? Спасибо. Да, я расскажу про физику нейтрино, но в приложении того, как она исследуется в Объединенном институте ядерных исследований. Поэтому акцент во всем, что я расскажу, будет в первую очередь на те эксперименты, которыми занимает СОИ-ЯИ. И начну я очень сильно издалека. Как вы знаете, все вокруг нас состоит из молекул. Молекулы состоят из атомов. В состав атомов входят электроны. Это мельчайшая неделимая частица. И атомные ядра, которые в свою очередь состоят из протонов и нейтронов. Протоны и нейтроны состоят из кварков. Это УИД-кварки. Эти три частицы, то есть электроны и кварки, а также глюоны, которые являются переносчиками взаимодействия между кварками, являются элементарными частицами. Всего существует 17 элементарных частиц. Это мельчайшие неделимые кирпичики, из которых состоит все вещество вокруг нас. Это 6 кварков, 6 лептонов и частицы-переносчики взаимодействия между ними. Но сегодня я расскажу вам только в основном об этих трех частицах. Это нейтрино. Нейтрино существует в паре с заряженными лептонами. То есть существует электронная нейтрино, мионная нейтрино и тауанейтрино. На рубеже 19-го и 20-го веков было открытое явление радиоактивности. И очень активно стали изучаться радиоактивные элементы. И Резерфорд поставил вот такой интересный опыт, чтобы понять вообще, из чего состоит радиоактивное излучение. Был источник радиоактивный, магнитное поле, и наблюдались частицы на фотопленке и как они себя ведут. И он заметил, что часть частиц имеют отрицательный заряд, часть частиц имеют положительный заряд, а часть частиц вообще не замечают магнитного поля. И это альфа, бета и гамма излучения. Эти частицы имеют немного разные свойства. Альфа излучения — это ядра атомов гелий, бета — это электроны и гамма — это фотоны. Альфа частицы можно затормозить просто листом бумаги. Чтобы затормозить электрону, нужен уже лист алюминия. Чтобы защититься от гамма-излучения, нужен уже такой значительный слой свинца. Эти все частицы активно изучались. По продуктам реакции пытались установить изначальную энергию изотопа, который породил это излучение. И все прекрасно работало с гамма и альфа. А вот в случае бета-распадов обнаружилась следующая загадка. А Чедвик в 1914 году обнаружил, изучая спектр бета-распада, наблюдая за электронами, обнаружил, что вообще говоря, этот спектр является сплошным. То есть каждый раз, когда он наблюдал электроны во множестве распадов, у них у всех была разная энергия. А в случае двухчастичного распада у электрона должна была быть всегда фиксированная энергия. Он же наблюдал все время меньше энергии, чем предсказывала теория. И вот эта недостающая энергия, она была загадкой долгое время, потому что, возможно, энергия не сохраняется на уровне микромира. Это, конечно, было бы очень скандальным утверждением, потому что закон сохранения — это фундаментальный закон природы. В 1930 году в Ольганг-Пауле предполагает существование неуловимой нейтральной частицы, которая спускается вместе с электроном при распадах и уносит вот эту недостающую энергию. Ему казалось, что он сделал достаточно преступную вещь. То есть он ввел в теорию частицу, которую, по его мнению, никогда нельзя было обнаружить, потому что она имеет очень низкую вероятность взаимодействия с веществом. Но, к счастью, он ошибался, и два молодых ученых в начале 50-х годов подключились к поискам нейтрина. На тот момент Фредерико Райнсу и Клайду Коуна было немножко больше, чем 30 лет. Примерно 20 лет к тому времени уже пытались найти нейтрины, и все эксперименты заканчивались неудачей. Они предлагают вначале эксперимент довольно-таки интересный, где предлагалось взорвать атомную бомбу, чтобы получить очень большой поток нейтрина. Проблема всех предусшествующих экспериментов была в том, что фон, естественная радиация, либо космическое излучение, он подавлял любой сигнал, возможно, от нейтрина. То есть, скорее всего, именно поэтому нейтрины не видели. И они предлагают эксперимент, где взрывается атомная бомба, под землей находится детектор, который должен как раз зафиксировать такое гигантское превышение сигнала над фоном. Самое интересное, что им одобрили даже этот эксперимент, и начались работы по раскопке вот этой шахты, но они вовремя поняли, что есть на самом деле другой путь. Этот эксперимент никогда не состоялся. Возможно, конечно, было бы интересно посмотреть, что бы у них получилось. Но они поняли, что на самом деле можно вместо бомбы использовать обычный реактор. И ключом к регистрации нейтрина было бы взаимодействие нейтрина с веществом, в котором в этом акте взаимодействия рождался позитрон. А позитрон мгновенно аннигилировал и спускал гамма-кванты. А нейтрон, путешествуя некоторое время по материалу мишени, захватывался кадмием. И этот процесс также приводил к спусканию гамма-квантов. Вот это время захвата довольно-таки характерное. Поэтому, наблюдая два сигнала, первый мгновенный и второй отложенный на какое-то характерное время, можно было сказать, что этот сигнал инициирован именно нейтрино. Они использовали вот такой детектор, где синенькое — это слои мишени, как раз вода с добавлением кадмия, а вот эти желтые слои — это жидкий сенсилятор. За это открытие Фредерик Крайнц получает Нобелевскую премию 1995 года. Клайд Коуэн, к сожалению, не доживает до этого момента. На тот момент считалось, что открыта ровно одна частица нейтрино без какого-либо прилагательного. Но в 1962 году была открыта вторая нейтрино, которая была названа мионным. Это сделали Леон Ледерман, Меллен Шварц и Джек Стенбергер. За это они также получили Нобелевскую премию 1988 года. Здесь изображен на этой фотографии Меллен Шварц с детектором, с кровой камерой вот этого эксперимента в Брукхейвене. Вот эти вот длинные треки — это треки от Меонов. И была открыта третья нейтрино в 2000 году, Тау-нейтрино, в эксперименте Донат в Фермелабе. На самом деле это было уже очень ожидаемое событие, потому что в 1975 году была открыта Тау-лептон. И, естественно, было понятно, что существует еще одна нейтрино, которая соответствует этому Тау-лептону. За это открытие не была вручена Нобелевская премия. То есть на сегодняшний день мы знаем, что есть электронная нейтрино, которую открыли Райанс и Коуэн, мионная нейтрино, которую открыли вот эти джентльмены, и Тау-нейтрино, открытая экспериментом Донат. Несмотря на такое довольно-таки линейное повествование, о котором я сейчас вам рассказываю, у всей этой истории есть множество интересных ответвлений. В частности, одно из них — это пропавшая нейтрино, так называемая проблема солнечных нейтрино. Она была зафиксирована экспериментом в 70-е годы впервые. Эксперимент назывался HOMESTEAK. Задача этого эксперимента была измерить нейтрино от Солнца. Джон Беккол, теоретик, разработал стандартную солнечную модель, которая описывала цепочку термоядерных реакций, которые питают Солнце. И как раз он предложил попробовать зафиксировать солнечные нейтрино. Дело в том, что фотоны, которые мы с вами наблюдаем от Солнца, то есть вот свет Солнца, это фотоны, которые были рождены в Солнце примерно 100 тысяч лет тому назад. Дело в том, что фотонам, чтобы покинуть Солнце, требуется такое большое время из-за множественного рассеяния на плотной среде Солнца. А вот нейтрино, ввиду их очень слабого взаимодействия, требуется всего лишь 8 минут после рождения. То есть после рождения проходит 8 минут, и мы можем зафиксировать эти частицы в детекторе. Поэтому он считал, что как раз нейтрино — это был бы самым хорошим тестом его теории. Этот эксперимент был поставлен Беколом и Рэйм Дэвисом. Рэй Дэвис — это химик. Эксперимент — это вот такой вот резервуар, наполненный тетрахлорэтиленом. И реакции, которые наблюдались, — это конвертация хлора в аргон при взаимодействии нейтрино с хлором. И задачей Рэй Дэвиса как раз было выделить просто единичные случаи наличия аргона в этом огромном резервуаре. Он с этим справился. И эксперимент наблюдал в три раза меньше число нейтрино, чем предсказывала стандартная солнечная модель. После этого эксперимент проработал еще 24 года. И было еще несколько экспериментов, которые подтверждали это наблюдение. На самом деле был даже другой класс экспериментов, который видел похожую ситуацию. Это эксперименты с атмосферными нейтрино. Они также видели несогласие теории эксперимента. Атмосферные нейтрино рождаются при взаимодействии протонов с атмосферой Земли. Точнее, рождаются мизоны, мизоны распадаются, прождают лептоны, в том числе нейтрино. И их можно наблюдать, как раз сравнивая с теорией. И эксперименты с атмосферными нейтрино видели то же самое. Эту загадку разрешили на рубеже 20-21 веков два эксперимента. Один из них это эксперимент СНО, который также работал с солнечными нейтрино. Но отличительной чертой этого эксперимента по сравнению со всеми его предшественниками было то, что этот эксперимент мог видеть все типы нейтрино. То есть все его предшественники мерили только электронные нейтрино, которые взаимодействуют с веществом детектора через заряженные токи. И вот в случае СНО заряженные лептоны производят черенковское излучение. Это черенковское излучение улавливается фотоэлектронными умножителями. Вот этот детектор из тяжелой воды. При взаимодействии всех типов нейтрино они могут также взаимодействовать через нейтральные токи. И этот эксперимент обнаружил, что действительно электронных нейтрино примерно в три раза меньше, чем предсказывает теория. Но вот полная сумма всех типов нейтрино согласуется с предсказанием. То есть получается, что в Солнце рождаются электронные нейтрино, но что-то с ними происходит, что на пути к Земле они становятся уже не только электронными, но и именными тау-нейтрино. Еще один эксперимент. Это знаменитый суперкамяканда, который располагается в Японии. Это гигантский водно-черенковский детектор, 50 килотонн воды. Регистрирующая аппаратура — это также фотоэлектронные умножители. Вот здесь показаны люди, которые обслуживают детектор. И вот этот весь огромный резервуар — это детектор. Этот эксперимент работал с атмосферными нейтрино. И его отличием от предшественников было то, что он наблюдал атмосферные нейтрино, которые проходят как сквозь всю Землю, так и рождаются четко над детектором. И в случае, если нейтрино приходит сверху, рождаются на высоте примерно 10 километров, то эксперимент видит согласие с теорией. А в случае, если нейтрино рождаются на противоположном конце Земли и проходит сквозь всю Землю в детектор, они видели, опять же, расхождение и недостаток нейтрино. То есть то, что сделал этот эксперимент, он увидел зависимость вот этого поведения от расстояния, потому что они, естественно, мерили все углы прихода. А это поведение характерно для нейтрино-осцилляций. Нейтрино-осцилляция — это периодический процесс приходов между различными типами нейтрино в пучках. То есть у вас изначально есть один набор нейтрино, а по прошествии некоторого расстояния вы можете обнаружить в этом пучке и другие нейтрино. И за это открытие в 2015 году была вручена Нобелевская премия руководителям этих двух экспериментов. Это Токааки Каджито, руководители Супер Камяканды, и Артур Макдональд, руководители СНО. Отличительный, особо было подчеркнуто в формулировке Нобелевской премии, что она вручается за открытие осцилляций, которые свидетельствуют о том, что нейтрино массивные частицы. И вот это вот как раз было их открытие. Эти два джентльмена, они хорошо известны в Дубне. Еще в 2004 году была вручена премия имени Бруно Пунту Корво. Это довольно-таки престижная премия физики нейтрино Артуру Макдональду, а Токааки Каджито был лектором на школе Пунту Корво, которая организует ОИАИ. И здесь очень уместно рассказать о выдающемся ученом, который работал в ОИАИ. Это физик Бруно Пунту Корво, который был рожден в Италии, но эмигрировал потом в СССР. И с 1950 года он работал в Дубне. Он внес огромный вклад вообще в физику частиц, но особо известен, и мне, конечно, особо дорог его вклад в физику нейтрино, поскольку я работаю в физике нейтрино. В частности, он выдвинул четыре идеи, которые как раз привели к тем Нобелевским премиям, о которых я рассказала вам на предыдущих слайдах. То есть он выдвинул идею регистрации нейтрино-хлор-аргоновым методом, который использовал Рэй Дэвис. Он также предложил идею использования реакторов как источников нейтрино, что потом воплотили в жизнь Райенс и Коэн. И также он выдвинул теорию нейтрино-осцилляции в 1957 году. Это было задолго до открытия вообще других типов нейтрино, задолго до обнаружения какого-то недостатка нейтрино в потоке нейтрино от Солнца. И, естественно, за много десятилетий вообще до открытия нейтрино-осцилляции. И эту теорию он много лет развивал, и в конечном итоге, собственно, она прекрасно согласуется с экспериментом. Также в 1959 году независимо Пантекорова и Альштейнбергер выдвинули идею использования ускорителей для получения пучков нейтрино. И впервые предположили, что существует не одно нейтрино-2. Также у него было много других интересных идей и экспериментов физики частиц. В частности, когда он еще до приезда в СССР работал в США, в нефтяной компании в Оклахоме, он первым предложил и первым воплотил в жизнь метод нейтронного коротажа для обнаружения нефтяных пластов. Он работал много лет в Объединенном институте ядерных исследований. Это институт, который располагается в Московской области, основан в 1956 году. Это международная межправительственная организация. На нынешний момент в ней состоит 16 стран-участниц с полноправным участием в управлении институтом. Это довольно-таки большой институт. Он состоит из 7 лабораторий, каждый из которых примерно по размеру как стандартный российский научный институт. А персонала порядка 5500 человек. Из них 1400 – это научные сотрудники. И вот здесь представлены стандартные научные направления, которыми занимается ОИЯИ. И вот здесь выделена отдельно физика нейтринная астрофизика, о которой я сегодня расскажу. Нейтринная программа ОИЯИ очень широкая. Здесь порядка 15 экспериментов в разных направлениях. Это и нейтринное взаимодействие, и трехфлейверная ассилляция нейтрины, поиск стерильных нейтрино, поиск гипотетического процесса без нейтринного двойного бета-распада, темной материи. Хоть это, естественно, не физика нейтрино, но она так или иначе относится в документах нашего института к нейтринной программе, поэтому она также включена в этот доклад. И источники гамма-квантов – то же самое. Изучение астрофизических нейтрино и теоретическая поддержка. Мы с вами все время находимся под гигантским потоком нейтрино, то есть только нейтрино от Солнца – это порядка 10 в 11 степени частиц в каждую секунду, через каждый квадратный сантиметр всего вокруг вас, в том числе и вас. Помимо солнечных нейтрино, есть еще и атмосферные нейтрино, геонейтрино, реликтовые нейтрино. В общем, это огромное число. Но самое интересное, что в теле человека взаимодействие за всю жизнь происходит максимум один раз. Это связано с тем, что вероятность взаимодействия нейтрино с веществом очень маленькая. Пробег в воде – это порядка 100 световых лет, световый год – это огромное число. Рецепт поимки, который мы знаем на данный момент, это огромный детектор, желательно подземный детектор для подавления фона, в частности радиоактивного фона. И нужен очень интенсивный источник нейтрино. Чем более интенсивный источник у вас есть, тем меньше детектора вам требуется. Зачем же вообще мы это делаем? Дело в том, что нейтрино – это фундаментальная частица. Она является одной из этих 17 частиц, из которых строится все вокруг нас. Нейтрино рождались в самые первые мгновения после Большого Взрыва. Поэтому они несут информацию о том, что происходило во время Большого Взрыва и в первые мгновения после него. И так как нейтрино очень слабо взаимодействует с веществом, то, в частности, поймав вот эти первые реликтовые нейтрино, можно получить уникальную информацию о том, что же там происходило. А нейтрино часто связывают и с барионной асимметрией Вселенной. Но здесь нужно оговориться, что часть теории связывает, а часть не связывает. А барионная асимметрия Вселенной – это загадка, почему же все вокруг нас состоит только из вещества, и где же антивещество, куда оно делось. А также есть наметки практического применения, но пока что это очень такие далекие перспективы. То есть, в частности, нейтрино предлагается использовать для мониторирования работы атомных электростанций. В частности, у МАГАТЭ есть такая программа по использованию небольших детекторов нейтрино, которые будут располагаться в атомных электростанциях в рамках программы по нераспространению ядерного вооружения. Есть также идеи использования нейтрино для томографии Земли, ну и остальные идеи, которые еще более далекие от воплощения в жизнь. На данный момент, по большей части, физика нейтрино – это фундаментальная физика. Есть следующие источники нейтрино. Есть нейтрино очень-очень маленьких энергий, которые были как раз рождены в первые мгновения после Большого взрыва, но из-за как раз их маленькой энергии это очень большая проблема их обнаружить. Но, естественно, их обнаружение – это автоматически Нобелевская премия. Далее идет спектр солнечных нейтрино. Здесь поток, то есть частицы на площадь в секунду в зависимости от энергии. И, начиная примерно с энергии в 1КФ, мы, в принципе, детектируем нейтрино. То есть спектр солнечных нейтрино, спектр геонейтрино. То же самое, что солнечные нейтрино, но нейтрино, которые рождаются в результате распадов в Земле. Есть также нейтрино от реакторов. Это, естественно, неестественный источник этих частиц, но это уже такой неизбежный источник ввиду широкого распространения атомных электростанций по всему миру. Далее есть спектр нейтрино от взрывов сверхновых. Широкий довольно-таки спектр атмосферных нейтрино, которые рождаются в результате взаимодействия протонов с атмосферой Земли. И этот спектр кончается очень высокими энергиями и очень загадочными нейтрино супервысоких энергий, которые непонятно откуда рождаются. И это тоже довольно-таки актуальная задача на данный момент. Помимо этих источников нейтрино есть ускорительные нейтрино. Это искусственные источники чисто для фундаментальных целей и чаще всего под конкретный физический эксперимент. И также радиоактивные источники нейтрино. А современная физика нейтрино – вот здесь попытка поделить на условное практическое применение и чисто фундаментальные задачи, которые актуальны на данный момент. Физика с нейтрино – это физика конкретных источников нейтрино. То есть, в частности, с солнечными нейтрино – это регистрация нейтрино от Солнца и фактически в реальном времени понимание, что же происходит внутри Солнца. А геонейтрино – все то же самое, но с Землей. Реакторные нейтрино – это мониторирование работы атомных электростанций. Атмосферные нейтрино в приложении к томографии Земли. Сверхновые нейтрино – это нейтрино, которые рождаются при взрывах сверхновых и которые несут информацию об этом процессе. Астрофизические нейтрино – это очень загадочные космологические нейтрино. Непонятно, что их источник, и это очень актуальная тема, что же это такое. Ускорительные нейтрино – это на самом деле чисто фундаментальная физика. Физика нейтрино – это фундаментальная физика. На данный момент актуальные разделы – это нейтрино-осцилляции, число нейтрино, измерение массы нейтрино. Но мы знаем, что нейтрино – массивная частица благодаря осцилляциям, но не знаем, какая точная у нее масса. Это поиск гипотетического процесса без нейтрино и двойного бета-распада. Изучение взаимодействия нейтрино – это довольно-таки старый раздел, но он все еще очень актуальный, потому что это очень важная входная информация для всех остальных экспериментов. И поиск загадочных реликтовых нейтрино. Это на самом деле не исчерпывающий список, то есть есть еще другие разделы. Физика нейтрино – это очень огромная физика. Здесь синим подсвечено то, чем занимается ОИЯ. И начну я с взаимодействия нейтрино. Здесь ОИЯ участвует в экспериментах по изучению когерентного рассеяния нейтрино. Этот процесс был открыт в 2017 году экспериментом Coherent, в США – это такое взаимодействие нейтрино, при котором нейтрино взаимодействует со всем ядром как целым, не на отдельных наклонах. Сложность в регистрации этого процесса заключается в том, что, видимо, только лишь очень маленькая энергия отдачи этого ядра. Но для низких энергий это доминирующий процесс, то есть для энергии меньше 50 мФ. Плюс это также очень высокое сечение, которое пропорционально N квадрате. По миру существует порядка 15 экспериментов, которые этим занимаются. Это очень такая сейчас актуальная задача. ОИЯ участвует в двух экспериментах. Один французский эксперимент Ricochet и эксперимент, который проводится в Российской Федерации, это домашний эксперимент ОИЯ на Калининской атомной электростанции. Этот эксперимент, он изображен здесь. Это германиевый детектор из сверхчистого Германия, который располагается на подвижной платформе. Эта платформа может менять расстояние до реактора примерно на 2 метра. Этот детектор расположен очень близко к реактору, на расстоянии примерно 10 метров от реактора. Поэтому он такой маленький, потому что поток там очень высокий и не требуется огромный детектор. И сейчас этот эксперимент начинает набирать данные. Эксперимент Ricochet начнет набирать данные в этом году. Этот эксперимент будет располагаться в ИЛЛ. И здесь уже используются германиевые детекторы баллометра. Новый раздел физики нейтринок, в который участвует ОИЯ, это осцилляция нейтрина. После открытия на рубеже 20-21 веков у нас было примерно 20 лет экспериментальной истории. Ряд удивительных и замечательных экспериментов, которые довольно-таки неплохо изучили этот процесс. График кончается 20-м годом, но на самом деле за 3 года ничего не изменилось. Здесь я просто хочу показать вам, как менялось знание параметров, которые определяют этот процесс. И видно, что ряд параметров очень даже неплохо измерен, а несколько из них все еще остается измерить. Наиболее чувствительные к осцилляциям эксперименты делятся на 4 типа по источнику частиц, это атмосферные, ускорительные, реакторные и солнечные эксперименты. О всех этих четырех я расскажу, но я выбрала по одному эксперименту каждого типа, потому что я просто не успею вам рассказать обо всех порядка 15 экспериментов, в которых участвует и я, и поэтому я выбрала какие-то отдельные эксперименты. Еще один параметр, который здесь не изображен, и который тоже является очень актуальной задачей на данный момент физики, осцилляция нейтрина, это порядок масс нейтрина. Дело в том, что осцилляции чувствительны к расщеплениям квадратов масс нейтрина, но мы не знаем порядок, как эти массы расположены на шкале масс. Первый эксперимент — это солнечный эксперимент Бергсина. Он располагается в Италии, в подземной лаборатории Гранд-Сассе, на глубине порядка 1,4 километра. Это такая вот гигантская сфера из сверхчистого сциллятора. Они очень часто утверждали, что это самое чистое место на Земле. Они настолько очистили свой сциллятор от любых изотопов, которые могли давать какой-то фон к наблюдаемому сигналу. Он окружен огромным числом фотоэлектронных умножителей, которые регистрируют свет, который рождается в сцилляторе. Задача этого эксперимента была измерять солнечные нейтрина. Здесь изображена ПП-цепочка, которая... Это основная цепочка, которая дает энергию нашему Солнцу. Здесь подсвечены несколько реакций, в которых рождаются нейтрины. И как раз вот эти подсвеченные реакции, они были зарегистрированы Бергсина. И в этом, конечно, его огромный вклад в физику нейтрина. Недавно они сделали еще одно интересное открытие. На самом деле существует не только ПП-цепочка, но и ценоцикл, который дает энергию. Но в случае Солнца вклад ценоцикла, он очень-очень маленький. А для звезд больше, чем Солнца, как раз ценоцикл является основным процессом, который дает энергию звезде. И вот Бергсина как раз обнаружил впервые нейтрино от вот этого ценоцикла. Следующий тип ассалюционных экспериментов — это реакторный эксперимент Дайбэй, который располагался в Китае, рядом с двумя атомными электростанциями Дайбэй и Лингао. И у этого эксперимента было несколько детекторных холлов. Детекторный холл выглядел примерно вот так, где каждый резервуар — это фактический детектор с жидким сенсилятором, с добавлением годолиния и окруженный фотоэлектронными умножителями. А реакция, которую наблюдал Дайбэй, — это та самая реакция обратного бета-распада, которую впервые наблюдали Райнс и Коуэн, когда открывали нейтрино. Она сих пор используется, естественно. Следующий эксперимент, в котором ОИАИ не участвует, но это важный эксперимент для моего дальнейшего рассказа, поэтому я его включила. Ну и вообще это очень хороший эксперимент. Это эксперимент IceCube на Южном полюсе. Вот их станция. Они действительно летают туда и проводят там смены на Южном полюсе. Сам детектор располагается на глубине порядка полутора километров. Вот эта крошечная точка — это как раз вот эта станция. Детектор — это фактически лед, который прошит вот такими гирляндами с фотоэлектронными умножителями, которые регистрируют черенковское излучение, которое рождается в этом льду. У детектора есть довольно-таки плотно застроенная гирляндами внутренняя часть, которая как раз используется для регистрации атмосферных нейтрино. Но в большей части основная задача этого эксперимента — это регистрация астрофизических нейтрино. И еще один эксперимент ускорительный. Это будущий эксперимент в США, который базируется в Национальной ускорительной лаборатории имени Ферми. Там ускоритель используется для ускорения протонов, которые вводятся на неподвижную мишень. В результате этого взаимодействия рождаются мизоны, которые распадаются и дают поток нейтрино. Эти нейтрино путешествуют на расстоянии 1300 километров в дальний детектор, который будет расположен в подземной лаборатории Сэнфорд. Этот детектор — огромные времяпроекционные камеры, наполненные жидким аргоном. Вот тут показано ребро одного из модулей, всего таких модулей четыре. И вот эти крошечные точки — это люди. То есть одно ребро — это 17 метров. И далее это еще уходит примерно на 30 метров. Это из-за того, что детектор очень далеко расположен от источника. Поэтому, чтобы видеть какой-то статистически значимый сигнал, нужен огромный детектор. А здесь показан прототип этого детектора, который располагался на тестовом пучке в ЦЕРНе. То есть это уменьшенная копия, то же самое времяпроекционной камеры. Это была стадия R&D, то есть фактически подтверждение концепции детектора перед тем, как строить большой детектор. Отдельный раздел — это изучение количества типов нейтрина. Казалось бы, чего тут изучать, потому что известно, что у нейтрина есть три штуки. Более того, это подтверждают не только эксперименты из нейтриной физики, но и эксперименты, в частности, предшественник Большого адронного коллайдера. Это большой электрон-позитронный коллайдер в ЦЕРНе, который в конце 90-х годов, изучая ширину распада Z-бозона, установил, что число нейтрина следующее с ошибкой. То есть это очень хорошо согласуется с тройкой. Также изучение микролнового космического фона дает следующий результат. Это опять же очень хорошо согласуется с тройкой. Но есть ряд аномалий. Есть четыре аномалии, которые существуют уже не первое десятилетие. Это ускорительные эксперименты в мини-бун ЛСНД и галевые аномалии экспериментов Galaxy Sage. Кстати, эксперимент Sage — это совместный проект, который реализовывался в 90-е годы России и Америкой. То есть S — это Soviet Union, а A — это Америка. Когда этот эксперимент начинался, был еще Советский Союз. Эти эксперименты видят расхождение, опять же, либо превышение, либо недостаток нейтрина по сравнению с тем, что они должны видеть. Есть еще две очень недавние аномалии. Это реакторная аномалия эксперимента нейтрина-4, который проводится в Дмитровограде, и эксперимента BEST, который располагается в Баксанской нейтриной обсерватории на Кавказе. Эти эксперименты также видят аномалии. Когда физики видят какую-то аномалию, это значит, либо это то, что мы не знаем, то есть это Нобелевская премия, либо это какая-то ошибка. И всегда все надеются на то, что это именно первое. Естественно, есть огромное число экспериментов, которые пытаются либо проверить эти аномалии, либо их отвергнуть, либо их подтвердить. Дело в том, что все эти четыре аномалии, еще плюс две новые, можно объяснить существованием еще одного дополнительного нейтрина, которое взаимодействует с веществом не совсем так, как три других нейтрина. Эта нейтрина носит название стерильного нейтрина. И здесь у ИА есть очень хороший домашний эксперимент ДАНС, который также располагается на Калининской атомной электростанции. Это вот такой вот детектор из пластикового сенсилятора размером примерно 1 кубический метр. Он такой маленький, потому что, опять же, он располагается очень близко к источнику. Он располагается примерно на 10 метрах от реактора. Он также расположен на подвижной платформе. Вот эта вот система с подвиженными платформами, она помогает избавиться от части систематических неопределенностей, связанных с потоком нейтрина. Следующий раздел, в котором ИА занимается, это безнейтринный двойной бета-распад. То есть это ответ на вопрос наблюдения этого процесса, это ответ на вопрос, является ли нейтрина частицами майорана или частицами дирока. Известен хорошо в ядерной физике процесс, который называется двойной бета-распад. Часть изотопов претерпевает этот процесс. Он возможен, когда либо запрещен обычный бета-распад, либо энергетически невыгоден. То есть это процесс, где одновременно происходят два бета-распада и вылетают два электроны и два антинейтрина. Если же нейтрина – это частица майорана, то есть нейтрина и антинейтрина – это одно и то же, то тогда не будут наблюдаться никакие нейтрина, а вылетят просто два электрона. В случае, если нейтрина – это частицы дирока, то нейтрина и антинейтрина – это абсолютно разные частицы. И берется, например, какой-то из этих известных десятка изотопов, измеряется его спектр двойного бета-распада. И если существует процесс без нейтринного двойного бета-распада, то в конце спектра будет вот такой небольшой маленький пик. Он связан с тем, что всю энергию будут уносить именно электроны. Период полураспада обычного двойного бета-распада – это порядка 10-21 степени лет. А для без нейтринного двойного бета-распада он, естественно, пока что не обнаружен. Если он вообще существует, известны только нижние границы, которые ставят эксперименты. Это больше, чем 10-25 степени лет. А здесь я участвую в эксперименте Legend. Это эксперимент из германиевых детекторов с добавлением Германии 76-го. Это как раз изотоп, который может распадаться через двойной бета-распад. То есть тут уникальная ситуация, когда и детектор, и само вещество-распадчик – это фактически одно и то же. Детектор будет состоять из одной тонны таких вот сборок. Эти все сборки будут помещены в… Точнее, они уже помещаются. Прямо сейчас идет возведение этого детектора. Они помещаются в криостат из жидкого аргона. Этот криостат окружен вето из воды, которое должно защищать от любых внешних фонов. Астрофизические нейтрино. Мы можем наблюдать до определенных энергий замечательно гамма-кванты, которые рождаются. Но чем выше их энергия, тем меньше вообще вероятность их видеть, потому что они просто не проходят сквозь вещество, которым наполнена Вселенная. В случае нейтрино – это не так. Нейтрино всепроникающее. Они могут спокойно преодолевать все это вещество, весь этот разреженный газ, которым наполнена Вселенная. И мы можем видеть. То есть фактически нейтрино – это в каких-то областях, в зависимости от расстояния, это фактически единственный источник информации сверхвысоких энергий. Опять же, я должна рассказать об эксперименте IceCube для полноты истории, но этим экспериментом я и не занимаюсь. Это астрофизический эксперимент, который был построен чуть больше, чем 10 лет тому назад. Опять же, это гирлянды Feo, которые помещаются в лед, регистрируется черенковское излучение от частиц, которые рождаются в результате взаимодействия нейтрино с веществом. И они сделали замечательное открытие. 10 лет тому назад они самые первые увидели нейтрино высокой энергии внеземного происхождения. Через несколько лет они сделали еще одно интересное открытие вместе с детекторами гамма высоких энергий. Они вместе обнаружили, что и нейтрино, и гамма для конкретно этих событий летели из одной точки. И, по всей видимости, источником и того, и того были блазары. Кстати, они обнаружили еще одно такое событие осенью прошедшего года. Сейчас этот детектор разрастается, он планируется его дорастить примерно до 8 кубических километров. Но в России есть еще один замечательный эксперимент из этой области, это эксперимент Байкал. Дело в том, что в зависимости от места расположения детектора, этот детектор видит определенную часть неба. И с этой точки зрения, конечно, Байкал — это прекрасное дополнение к Ice Cube, как и Ice Cube — прекрасное дополнение к Байкалу. Планируемый объем этого детектора также один кубический километр. Очень активно этот детектор начал разрастаться с 2016 года, и на момент того года было установлено 11 кластеров. И сейчас вот должна закончиться еще одна экспедиция, где будут установлены еще два кластера. Это также гирлянды Feu, которые помещаются на дно Байкала и регистрируют также черенковский свет, который рождается в воде. Темная материя — это, опять же, не физика нейтрино, но в «Я» это относится к физике нейтрино. Я думаю, это связано с тем, что очень долгое время надежды на происхождение темной материи связывали со стерильными нейтрино. И вообще с тем фактом, что нейтрино — массивные частицы. Но на данный момент основные частицы кандидата в темную материю — это КХД-аксионы и ВИМПы. ВИМПы — это Weekly Interacting Massive Particle. То есть фактически это собирательное название каких-то неизвестных частиц, которые взаимодействуют очень слабо с веществом. И сигнатурой взаимодействия таких частиц с нашим привычным веществом была бы маленькая энергия отдачи от круглого рассеяния на ядрах. И опять же здесь задача увидеть очень-очень маленькие энергии, порядка десятка кэвов. И здесь «Я» участвует в эксперименте Adelweiss. Это эксперимент, опять же, с германевыми баллометрами. Эксперимент DarkSide. DarkSide — это времяпроекционная камера, наполненная жидким аргоном. Выглядит это вот так. Это очень похоже на эксперимент DUNE, потому что детекторная технология одна и та же. Но в мире существует огромное число экспериментов, которые уже меряют, либо собираются попытаться померить темную материю. Здесь показаны их чувствительности. И вот чем больше область ограничивается вот этой кривой, тем более хорошая чувствительность у эксперимента. Видно, что довольно-таки хорошей чувствительностью обладают эксперименты, которые связаны с благородными газами. В частности, вот DarkSide, который жидко-аргоновый. Здесь есть две замкнутые области. Это результаты эксперимента DAMA, который проводил измерения где-то 15 лет тому назад. 10-15. И они единственные, кто утверждали о том, что они видят темную материю. Но на самом деле после их измерения было еще несколько экспериментов, которые по той же самой детекторной методике пытались повторить их результат. Но у них ничего не получилось. А поэтому это довольно-таки неоднозначный сейчас результат. Все остальные эксперименты никогда не видели темную материю. В OE также есть несколько небольших теоретических групп, которые занимаются физикой нейтрино. Это группа, которая занимается нейтрино-ядерными взаимодействиями, теорией и настройкой различных моделей в соответствии с экспериментальными данными. Это и люди, которые разрабатывают теорию нейтриных осцилляций в рамках КТП. Люди, которые считают ядерные матричные элементы для безнейтриного двойного бета-распада и двойного бета-распада. Это очень важный теоретический input, разумеется, для экспериментов. И группа, которая считает поток реакторных нейтрино-антинейтрино. Если вы студент, вам интересна физика нейтрино, то есть несколько школ, которые организуют OEI совместно с другими организациями, либо самостоятельно. В частности, в этом году будет ежегодная байкальская школа. В этом году юбилей Пантекорва, 110 лет. И вот эта байкальская школа будет приурочена к физике нейтрино. Там будет очень много хороших лекций, хороших лекторов. Если вам интересна физика нейтрино, то очень советую попробовать ее послушать именно на байкальской школе. Есть еще боксанская школа совместно с OEI-RAN. Она проводится раз в два года. И школа по нейтрино-физике имени Бруно Пантекорва также раз в два года. Вообще, я очень советую подаваться на различные школы, потому что обычно есть финансовая поддержка у школ на конкурсной основе для участников. Поэтому есть шанс поехать бесплатно и послушать очень интересные лекции. Мое заключение. Физика нейтрино — это динамично развивающаяся область физики элементарных частиц. По большей части направлений мы только сейчас выходим в эру прецизионных измерений. И это, на самом деле, очень удачное время, чтобы подключиться к этим измерениям. Научные вызовы требуют совершенствования всех частей эксперимента. Как и в любой физике экспериментальной, здесь есть, естественно, и направление развития детекторов. Есть и направление развития всяких реконструкций, анализов данных и так далее. Как и все эксперименты физики высоких энергий, чтобы становиться лучше, совершенствоваться, эти эксперименты все время наблюдают, что же есть интересного в других областях. В частности, физики нейтрино и вообще физики высоких энергий сейчас очень модное направление. Это deep learning или machine learning. Поэтому, если вам это интересно, если вам интересно IT, интересна физика, то вы можете подключаться к экспериментам физики высоких энергий, которые очень любят такие вещи. По всему миру существует очень большое число уникальных экспериментов. Все эти эксперименты, они обычно очень дорогие, они уникальны, обычно не имеют смысла строить очень дорогие и очень много одинаковых экспериментов. Поэтому часто стараются менять либо детекторные методики, либо источники. В общем, все эти эксперименты, они в каком-то роде действительно единственные в своем роде. Поэтому и этих экспериментов, их просто сотни. В OEI занимаются порядка 15 экспериментам по приоритетным для OEI направлениям. И следующие лет 10-15 они будут очень интересными, потому что большая часть этих экспериментов, они только сейчас выходят как раз на набор данных, только сейчас строятся. Поэтому мы ожидаем очень интересные доклады и их результаты. Поэтому следите. А если вы студент и думаете, куда присоединиться, то присоединяйтесь к физике нейтрино. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует...